Дорогие друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Смотрим сейчас, с некоторым запозданием, китайский сериал «Троецарствие». Ну, «Троецарствие» — это роман 14 века, автор Ло Гуанчжун. Это китайский, можно сказать, основной исторический роман, а у них все романы исторические, классик китайской литературы. И, конечно, они не могли не постараться, потратили и денежку, собрали своих лучших актеров и, в принципе, сняли неплохой сериал. Там есть даже довольно обаятельные персонажи, Цао Цао, например, или там Люй Бу. Но, каждый по-своему. Но что в этом сериале вообще нас радует? В этом сериале нас радует культ интеллекта, который проповедан китайцам буквально в каждом мизанцине почти. То есть там, напомню, что действие там происходит после подавления мятежа желтых повязок. То есть мятеж желтых повязок в Китае был в 180 году нашей эры. После него рухнула младшая династия Хань, да и вообще династия Хань. И началась борьба между, так сказать, отдельными князьями, там, полководцами. Она продолжалась там, ну, порядка 100 лет. Потом из этих множества царств образовалось три царства. Вэй Цао Цао, там, Шу Львэя и... Ой, как же он назывался-то? Сун Цзинь... Этого самого... Как бы... Сун Цзюана. Сун Цзюана, да. Так вот, собственно, показано, что у каждого князя, даже самого завалящего, даже такого, ну, не очень отмеченного печатью интеллекта, необезображенного, я бы сказал, интеллектом, как, например, тот же Льюи Бух, он хоть и герой, но как бы вот с интеллектом хуже. У него есть умный советник, и, по сути, идет не только борьба между этими князьями, но и борьба интеллекта между их советниками. Вот, то есть, это вообще удивительно. В наших фильмах такого понятия вообще нет, интеллект. Зачем, как бы? Ну, даже и в фильмах, так сказать, европейских, американских, там тоже, взять американцев, там, понимаете, ну, интеллектуал это какой-то прыщавый ботан, которого игнорируют девушки, которого бьют, так сказать, одноклассники или однокурсники, который, правда, потом что-то доказывает кому-то, но, в общем, все равно, ну, прыщавый урод. А тут советники такие люди симпатичные, презентабельные, как печь-то, разумеет, внешности, и, в общем, говорят умные вещи. И, конечно, иногда это кажется несколько наивным, и на уровне вот рассуждений игроков в компьютерной стратегии, ну, там очень много вот этого компьютерного. Но, с другой стороны, есть интересные мысли, интересные вещи. Вот, например, мне понравился эпизод, где там остался бесхозный император, юноша несчастный, задолбанный всякими там этими мятежниками. И он бежал от очередных мятежников, которые его возят как игрушку, бежал в вот эту пустевшую столицу, сожженный Чаньянь, и вдруг идет, как говорится, войско, этот Цао-Цао пришел его забрать и, так сказать, использовать, ну, как свою марионетку, понятное дело. И вот дальше, значит, он приходит и диктует императору, какой надо указ издать о том, что, вот, так сказать, назначить такого-то полководца, Юань Шао, на такую-то должность, сякого-то, на такую-то, чем он раздал хорошие, приятные должности. Вот, и дальше получает этот указ Юань Шао, и ему, он, что же делать-то теперь? И ему советник говорит, что это нам Цао-Цао вилку поставил, то есть, если мы сейчас указ отвергнем, мы, как бы, будем, вроде как мятежники против законного императора. А если мы его согласимся с ним, тем более, что указ, в принципе, нам, для нас приятный, дарует нам должность, ну, что нас от этого не жарко, не холодно, мы тем самым признаем факт нахождения Цао-Цао, императора у Цао-Цао. И, значит, а след за этим указом может другой указ последовать, и наверняка последует, не столь приятный для нас. То есть, Цао-Цао сделаем такую красивую вилочку, и там очень много таких интересных рассуждений и всяких рокировок, то есть, замечательно. Становится, впрочем, еще похожий сериал по типажу покороче, Династия Цинь, там тоже очень много вот, именно вот, таких вот логических рассуждений. И поэтому я людям, которые любят интеллект, логику, всем рекомендую смотреть Трое Царствие.